В Сочи более 40 точек сбора данных о состоянии морской воды. Кроме того, ее качество оценивают и собственники пляжей, передавая данные в лабораторию. За купальный сезон специалисты взяли 3300 проб. Выводы Роспотребнадзора – вода в море чистая, а уровень инфекционных заболеваний на уровне многолетних значений. Иными словами, отдыхать на Черном море безопасно. Да и Минтуризма Кубани отмечает сочинские пляжи лучшие на побережье. Впрочем, туристы любят Сочи за чистоту не только воды, но и городских улиц и контейнерных площадок, где в сезон нередко скапливается много мусора. «Слышали главы районов, да? Чтобы сегодня и вообще контроль жесточайший на контейнерной площадке ничего не должно быть. Оказывайте помощь, если есть такая необходимость. Особенно в крупногабарите, потому что, конечно, крупногабарит вывозить – дело такое сложное. Сентябрь месяц, как и август, он будет достаточно наполнен событийными мероприятиями. Это еще раз будет говорить о том, что особое внимание надо уделить санитарному состоянию города». Обсудили и подготовку к первому сентября. Все акты мониторинга готовности школ к новому учебному году уже подписаны. Из бюджета всех уровней на капитальный косметический ремонт было выделено порядка 100 миллионов рублей. Еще более 30 миллионов – это деньги шефов-меценатов. Большое внимание, как и обычно, уделяют обеспечению безопасности учреждения образования. Проверены подвалы и чердаки, работа охраны и тревожные кнопки. Ну а количество видеокамер будет увеличено. «2 миллиона 780 тысяч выделено. Они уйдут на установку дополнительных камер наружного наблюдения в 12 школах. Также в этом году Департамент по финансам заслал возможность выделить 12 миллионов 65 тысяч на дополнительные камеры по всем остальным школам. И мы установим до конца года во все школы дополнительные видеокамеры. У нас весь периметр будет закрыт». Также на совещании сообщили, что развитие гусениц второго поколения американской белой бабочки, опасного вредителя растений, заканчивается. Ну а огромное количество гусениц на земле, которое изумляет и сочинцев, и туристов, говорит о недавно проведенной обработке деревьев. Большая часть бабочки уже уничтожена химическими препаратами. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».